В рамках фестиваля «По вехам истории» в Отрадновском культурно-досуговом центре состоялись 13-е этнокультурные краеведческие чтения. В ежегодном мероприятии приняли участие краеведы, библиотекари, педагоги, учащиеся и все, кто интересуется историей родного края. Мы начинали с небольшого количества участников. Сейчас это количество растет с каждым годом. Здесь мы собираемся не только публическим районом. К нам приезжали гости из Мышкина, из Мартынова, Никаузского района, Большого села. Вот в этом году мы собрались с тесной компанией только наши публические краеведы, учреждения культуры, библиотеки. Вы несете патриотизм в массы, вы несете любовь к малой родине, вы сподвижники краеведения. То есть это очень здорово, что мы не забываем свои корни, и благодаря вам эти знания у нас останутся и впредь на долгие-долгие, я думаю, что десятилетия. В этом году краеведческие чтения под названием «Верхневолжье. Судьба человека в судьбе страны» были посвящены выдающемуся мышкинцу, краеведу, историку, писателю и журналисту Владимиру Гречухину. Владимир Александрович для меня это пример и талон такого уважительного отношения к людям. И еще, конечно же, он был большим патриотом. Это был пример патриотизма. Это был такой живой для всех нас пример того, как нужно любить свою страну. И если бы в каждом нашем городе, населенном пункте, был такой человек, то наша страна, Россия, была бы, конечно, по-настоящему сильной народной державой, национальной и патриотической. Он обладал, конечно, даром настоящего писателя. Любая статья, допустим, в предыдущем номере Углича Поля была статья про знаменность, которую никак не можем спасти. Теперь уже вообще в плачевном французском состоянии. Хотя церковь начали реставрировать. Но так пишут на знаменность, как будто пишут вот это о всех тюльчевых, да, о тех, кто там владел этим знаменностью. О роде тюльчевых, о самом тюльчевых, как будто он их знает, сам лично. То есть это такой эффект присутствия. Гречухин мог уходить в те века, чтобы понять, что там происходило. Но то, что вот он ушел в этом году, в январе, большая утрата для всех. Заменить его уже невозможно, но он оставил очень богатое наследие. Углича Поля тоже он несколько раз печатался. Ну и вообще вот этот Мышкинский номер, там несколько статей его очень хороших. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Гречухин родился в 1941 году в Мышкинском районе в семье педагогов. После учебы в Угличском педколледже закончил исторический факультет Ярославского педагогического института. Работал в газете «Волжские зори», организовал в Мышкине этнографический музей под открытым небом. Писал книги об истории, о земляках и природе родного края. Ушел из жизни в январе 2022 года. Мы же понимаем, что мир, основные законы мира, он все равно живет по законам большинства. Вот как думает большинство, то значит и хорошо, хотя возможно это совсем и не хорошо. И поэтому, а голос провинции, он изначально получается не для того, чтобы его услышали, он для чего-то другого. Верно, конечно же это так. Но на этот предмет есть прекрасная народная поговорка крестьянская. В гроб ложись, а зимой осей. Так и тут не слышать тебя, все равно кричи. Иначе нет никакого выхода. Когда, если сложить ручки и безгласно сидеть, ожидая смерти провинции, так какой же ты ее сын в этом случае? И что же ты не пытаешься хоть что-то для нее сделать? Совсем не важно, услышат тебя в этот раз или в 101 раз тебя услышат. Важно, чтобы ты говорил. Есть еще одна старая классическая мудрость. Если о вас говорят, то вы есть. Если о вас не говорят, вас нет. Но чтобы о тебе говорили, но чтобы и ты говорил. Не молчал, мы и говорим. Теперь, конечно, нам остается только вспоминать о сотрудничестве. Владимир Александрович писал очень яркие, талантливые и очень эмоциональные статьи в журнал. Я писал о наболевшем провинции, о пропадающих памятниках культурного наследия, о селе Знаменской, например, родовой усадьбе Тютчук или о доме Меховых в Угличе. Он всегда, всегда откликался, всегда присутствовал, всегда выступал с интересными докладами на этих чтениях. Конечно же, это большая утрата для Мышкина, для Углича. Я благодарна. Действительно, много книг было подарено в нашей библиотеке авторам. И, конечно же, основная книга по реке Сити, я всегда вспоминаю, это необычное издание. Но мне нравится, что он в последнее время называл нас всех волгарями. Это было так здорово. И я считаю, что все наши чтения сегодня как раз проходят под этим лозунгом, что все мы волжане, волгари. И я думаю, что все доклады очень интересны. Также участники мероприятия узнали много нового о других ярких личностях в истории Верхней Волжья. Научный сотрудник Угличского музея Юлия Куницына рассказала об основателе Углича, князи Яни Плесковичи. Ее коллега Ольга Полякова подняла вопрос о восприятии личности царевича Дмитрия. Фестиваль Верхней Истории, который имеет разные направления, разные темы, в том числе и научную составляющую в качестве чтений, и какие-то исторические реконструкции, я думаю, он, несомненно, нужен, потому что он помогает оживить нашу память о прошлом, уважительный и с большим пониманием относиться к истории своей земли. Это важно, особенно для воспитания, конечно, молодежи подрастающего поколения. Думаю, что, несмотря на сложности, которые возникли в последние годы, это надо возобновить, и этим надо заниматься. Это должно продолжаться. Продолжение следует...